Увеличение сбыта промышленных товаров в еврозоне в течение первого весеннего месяца помогло показателю розничных продаж удержаться в зоне положительных значений, несмотря на пессимистичное настроение большинства аналитиков. Согласно прогнозам, потребительская активность в розничном секторе должна была сократиться на 0,2%. Однако расчет экспертов Евростата зафиксировал рост показателя до 0,3%. При этом годовое значение несколько ухудшилось – рост замедлился с 1% до 0,9%. Такие позитивные данные обнадежили инвесторов и внушили очередную надежду на то, что Европейский Центральный банк не решится на нетрадиционные меры стимулирования экономики. В результате спрос на единую европейскую валюту резко поднялся, котировка пары евро-доллар резко взлетела на 70 пунктов вверх к шестинедельному максимуму на отметке в 1,38.50 цента США. Доллар смог немного скорректироваться в свете данных о сокращении дефицита внешнеторгового баланса США, хотя предоставленный отчет и не дотянул до прогнозов. В соответствии с опубликованной информацией, в марте сальдо торгового баланса выросло с минус 41 млрд 874 млн до минус 40 млрд 378 млн долларов США. Аналитики ожидали большего роста к 40 млрд 100 млн долларов. На этом у нас пока все, ожидайте очередной выпуск новостей уже через 2 часа. На этом я прощаюсь с вами, удачной торговли!